Ароматная наливка из йошты в домашних условиях. 7 ноября 2018 года насыщенный цвет и сочная мякоть йоштовых ягод позволяет делать из нее не только компоты и варенье. В домашних условиях еще хорошо получается наливка из йошты – натуральный алкогольный напиток красивого цвета. Крепость напитка зависит от того, как и на чем он настаивается. Спиртовая основа позволяет получить 25% юн. оливку. Более мягкий вкус и крепость до 12% выходит, если использовать только ягоды, сахар и воду. Давайте рассмотрим оба варианта. Мягкая наливка из йошты без водки при хорошем урожае. Когда ягод имеется в изобилии, несложно сделать натуральную наливку. Технология ее приготовления похожа на вино и заключается в следующем. Ягоды в количестве 2 кг перетираем с 0,6 кг сахара при помощи картофеля мелки. Добавляем 1 стакан воды, перемешиваем. Перекладываем массу в стеклянную емкость. Важно не наполнять ее полностью, 25% объема должно оставаться пустым. В противном случае при брожении пена вылезет. Закрываем тару гидрозатвором и ставим в темное теплое место. В зависимости от температуры помещений, брожение займет от 1 до 1,5 месяцев. Когда наливка перестанет выделать газ, процеживаем ее и разливаем по бутылкам, наполняя их под самую крышку. Желательно выдержать еще хотя бы 2 месяца в холодильнике или подвале, тогда вкус будет более насыщенным. Наливкой из йошты с градусом этот напиток было бы правильнее назвать настойкой, поскольку алкогольная основа уже имеется в готовом виде. Ей просто нужно придать необходимый вкус, аромат и цвет. Чтобы сделать домашнюю крепкую наливку, нам понадобятся спелые ягоды йошты, чуть больше половины литровой банки, 5 листьев черной смородины, сахар, 250 грамм, дистиллят или водка, около 3 литров, чтобы заполнить емкость до верху. В бутыль высыпаем йошты, кладем смородиновые листья и насыпаем сахар. Заливаем дистиллятом до самого горлышка. Теперь наша заготовка должна вызреть. Для этого оставляем бутыль на солнце на 2 недели. За это время ягодки отдадут свой вкус и цвет и наливка из йошты станет темно-бордовой. Осталось только процедить ее и разлить по стеклянным бутылкам. Видео о том, как сделать спиртовую настойку из йошты, отправить комментарий и подписка на комментарии. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс Дзен похожее видео. Выращивание йошты, в чем секрет популярности неприхотливого кустарника гибрида 9 ноября 2018 года размножения. Йошты вегетативным способом, как быстро получить новые растения. 8 ноября 2018 года посадка йошты. Важные нюансы укоренения Ягодного кустарника 6 ноября 2018 года. Новые статьи для лечения мочекаменной болезни у животных используем. Контарин. Инструкция по применению 26 сентября 2021 года. Готовен на домашней кухне варенье из белой червежни 25 сентября 2021 года. Инструкция по применению ликфола для животных в подсобном хозяйстве 25 сентября 2021 года. Сушеная свекла сохраняет всю палитру вкусовых качеств свежих плодов 24 сентября 2021 года. Когда и как необходимо сеять овес как седера от 23 сентября 2021 года. Вопросы-ответы. Пара слов о том, чем кормить козу. Чтобы увеличить удой 19 сентября 2021 года, хозяйкам на заметку, что можно приготовить из яленых помидоров 17 сентября 2021 года. Подготавливаемся к зиме. Какое сено лучше для коз? 16 сентября 2021 года. Как расходовать Запасы приправ куда добавляют сушеный базилик 16 сентября 2021 года. Насколько устойчива к морозным зимам яблоня чемпион. Самый вкусный зимний сорт 15 сентября 2021 года. Мягкая наливка из ежды без водки. При хорошем урожае, когда ягод имеется в изобилии, несложно сделать натуральную наливку. Технология ее приготовления похожа на вино и заключается в следующем. Ягоды в количестве 2 кг. Перетираем с 0,6 кг сахара при помощи картофеля мелки. Добавляем 1 стакан воды. Перемешиваем. Перекладываем массу в стеклянную емкость. Важно не наполнять ее полностью. 25% объема должно оставаться пустым. В противном случае при брожении пена вылезет. Закрываем тару гидрозатвором и ставим в темное теплое место. В зависимости от температуры помещений, брожение займет от 1 до 1,5 месяцев. Когда наливка перестанет выделать газ, процеживаем ее и разливаем по бутылкам, наполняя их под самую крышку. Желательно выдержать еще хотя бы 2 месяца в холодильнике или подвале, тогда вкус будет более насыщенным. Наливка из ежды с градусом. Этот напиток было бы правильнее назвать настойкой, поскольку алкогольная основа уже имеется в готовом виде. Ей просто нужно придать необходимый вкус, аромат и цвет. Чтобы сделать домашнюю крепкую наливку, нам понадобятся спелые ягоды ежды, чуть больше половины литровой банки, 5 листьев. Черной смородины, сахар 250 грамм, дистиллят или водка около 3 литров, чтобы заполнить емкость доверху. В бутыль высыпаем ежды, кладем смородиновые листья и насыпаем сахар. Заливаем дистиллятом до самого горлышка. Теперь наша заготовка должна вызреть. Для этого оставляем бутыль на солнце на 2 недели. За это время ягодки отдадут свой вкус и цвет, и наливка из ежды станет темно-бордовой. Осталось только процедить ее и разлить по стеклянным бутылкам. Видео о том, как сделать спиртовую настойку из ежды.